Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтана Пермиковой «Казахский жрал». Микрофона автор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем нашу очередную передачу «Казахский жрал». В сегодняшней нашей передаче мы хотим рассказать вам о двух выдающихся сказителях казахской степи – Кастуган-жрал и Доспомбете-жрал. Один из ярчайших представителей древней казахской поэзии, величайший жрал Кастуган Син-Шула, родился приблизительно в 20-30-х годах XV века на берегу Едиля, около города Красный Яр Астраханской области. Он был представителем кочевой аристократии династии Шонжаров, гениальный полководец, вождь тюркских племен, кочевавших у побережья Еделя, у городищ Ак-Туба и Бозан. Известны факты о том, что в те дни века он со своими сородичами перешел на сторону казахской орды. Периоды расцвета центральной и западной части Казахстана, по всей вероятности, приходились на это время. Это было приблизительно в 1460-х, 1480-х годах. Другие данные о жизни выдающегося сказителя не дошли до нашего времени. Доспомбет-жрал Доспомбет-жрал родился в сей день 90-х годов XV века в городе Азал. Доспомбет был отпрыском рода военных шонжаров, представителей младшей орды, которые держали власть в нижних притоках Дона, в городе Азал. Он получил великолепное воспитание, основанное на исламском образе жизни и кочевой свободе в условиях военной демократии. Доспомбета знали во всей Копчавской степи. Его имя было известно и в Стамбуле, и в Бахчисарае. Доспомбет принимал активное участие в военных походах против враждебных времен и во время одного из боев в 1523 году погибает. Ему тогда еще не было и 30 лет. Как мы отмечали ранее, казахские жирау, сказители, обладали особой структурой сознания, которому характерно созерцание сверхчувственного мира, что в первую очередь основано на мистическом учении, то есть суфизме. Первым непреложным правилом характеристики отношения личности к мистическому учению является наличие пира, шейха или наставника. Отношение к ним у казахских жирау было всегда весьма почтительно, даже благоговейно. Вот как об этом говорит Хастуган. Несколько слов о духовном пути, который проходили наши сказители. Мы говорили о том, что мистический путь развития основан на двух принципах – религиозной медитации и познания, ПКР или рассуждения. Поэтому духовный путь, по которому учитель поведет ученика, ставит целью развития интеллектуальных и творческих способностей как наиболее необходимого момента в обучении. Владение инструментом умения слагать стихи будет входить в обучение и станет одним из способов достижения высокой духовной цели. Поначалу ученик будет подражать учителю, другим маститым исполнителям, но настоящее поощрение он получит гораздо позже, когда наступит состояние озарения или религиозного транса – фанафилях. Но такое явление произойдет в том случае, если человек на правильном пути, так как только метод правильного познания мира, фикар, речь идет о божественном понимании, может привести его к этому. Таким образом, этап заучивания мелодических стереотипов усказителя переходит в стадию собственного творчества, когда исполнитель в момент экстаза перевоплощается в сочинителя. Как мы отмечали ранее, религиозный транс подготавливается постом, медитациями и познанием. Хазрет Инаядхан писал, что религиозный транс проходит три стадии развития. Первый – это союз с почитаемым идеалом того плана Земли, который предстает перед преданным, будь то объектный план Земли или план мыслей. Сердце преданного, наполненное любовью, восхищением и благодарностью, тогда становится в состоянии визуализировать форму своего идеала преданности. Вторым шагом в экстазе и более высоким аспектом союза является союз с красотой характера идеала, независимый от формы. И третья стадия экстаза – есть союз с божественным возлюбленным, наивысшим идеалом, с которым постоянно ищут союзы и который душа обретает в конце концов. Итак, после соприкосновения первичной материи с «я» возникает первый продукт эволюции, выступающий в психологическом плане как экстаз. Начальное состояние его связано с чувством щемящей тоски, ассоциируемой с определенным образом, и сильного вовлечения, которого молодые мистики поначалу не могут понять. В физиологическом отношении с человеком также происходят сильные изменения, повышается внутричерепное давление, обеспечение мозга и энергии увеличивается десятикратно, создаются возможности для развития сенсорных способностей. Именно в этом состоянии подвижник может сочинить шедевр. Он может быть несовершенен по своей форме, музыкальное сопровождение его будет не совсем ровным, но это его произведение – выношенное, выстраданное. Оно говорит о его любви, о его растерзанном сердце. Здесь он впервые заслужит поощрение со стороны учителя. Сложность и величие этого пути заключается в том, чтобы до предела развить чувства и срезать страсть. Человеку необходимо выработать максимум силы воли, чтобы противостоять второму. Поэтому мистицизм является, как писал Газали, делом сокрытым, опасным и одновременно великим. Вы слушаете передачу «Казахский жрал». В связи с этим представители мистики всех времен и народов, всех вероисповеданий и направлений в совершенно одинаковых выражениях заявляют о полной невозможности передать смысл мистики не иначе, чем в неадекватном намеке или через молчание. Сапаэс сырын бульдермес, а корын ванна булькетер, как говорил бухар жрал. Смиренно не выдаст своей тайны. В силу этих особенностей процесс транса описан в творчестве степных сказителей весьма эзотерично. Вот что говорил об этом Досмамбет жрал. Нет сожаления у тех, кто обнимал красавицу, нет сожаления у тех, кто сев на скакуна перевал на званом Перу, нет сожаления у тех, кто пьянел от хмельного кумыса. Трансмутация явление неординарное, связанное с психоматическим началом, поэтому описание такого состояния достаточно сложно. Представители патриархального общества, блюстители нравственности и порядка не могли бы позволить себе вольности, тем более, что этот путь требует от человека высокого понимания чести. Поэтому в нравственно-эмоциональной сфере господствующей оказывается концепция терпимости и относительности, абсолютное непричинение вреда окружающему, проистекающее из общей мягкости и доброты. Принципу «таспен-урса аспен-ур» идентично «ударили по одной щеке, подставь другую». Малейшая агрессия, и подвижнику придется все начинать сначала. В связи с этим с экстазом происходит отождествление высшей реальности, которое из олицетворения нравственного идеала превратился в личное воплощение Бога. Молодой мистик везде видит его, справа, слева, сверху, снизу, везде Бог. После экстаза у подвижника развивается взгляд со стороны, как бы видение внутренним зрением, то есть психометрия. Поэтому произведения степных сказителей были наполнены назидательно-дидактическим характером. Их слезы и молитвы «Стирают грехи веков, так говорят святые, поэтому их называют жертвами. Это профессиональные аутсайдеры, которые со смирением принимают свою судьбу, их изгоняют и одновременно в них нуждаются». Вот что говорил об этом Хастуранжароу. «Менсия кальдэ елэрдэ жарат тэмэкэн кудайм чейнгатуран балавшин кайрагаширап в олюге». «Неужели создал Бог таких батыров, как я, чтобы сгнить в страдании его имя будущего?» Именно в этом состоянии подвижник поймет, что высшим приоритетом веры является любовь, милосердие и все прощения. Только так человек может осознать свое ничтожество перед высшим разумом. В ходе духовного развития, психологически, подвижник подходит к стадии освобождения, которая космически проявляется как остановка волнения. Итак, основная функция рассудка в познании – мыслительное упорядочение и систематизация явлений материала чувственности. В связи с этим этическим идеалом традиционных певцов является личность мудреца, достигающего добродетели и бесстрастия, давлеющий себе, то есть не зависящий от внешних обстоятельств. Он действует в соответствии с природным законом, то есть добровольно следует судьбе. Все его поступки правильны, а не прямодеяния, так как исходят из постоянного добродетельного склада души. В связи с этим особый аспект суфизма составляет так называемый практический мистицизм, основанный на вере в то, что при помощи специальных ритуалов, млитв и внутренних волевых актов человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс истории или просто бытовые ситуации, ибо каждому возбуждению снизу от человека не может не ответить возбуждение сверху от Бога. Таким образом, человек в понимании мистиков, а значит и сказителей, занимает особое место в мироздании в силу того, что он причастен всему земному и небесному от низшего до наивысшего. В сочетании со свободой выбора это дает человеку космическую незакрепленность, творческую способность самоопределения, уподобляющего его Богу. Человек-халиф Аллаха на земле, так говорят мистики. Святость в связи с этим есть стирание комплекса неполноценности, это волевое решение «я», способное на чудо. Вот что говорила об этом, «Кастуған жырау». Салп-салпыншақ анау үш өзен, салуалы менің ордам хонған жер, жабағалы жастайлақ, жарда ятан болған жер, жатып-қалып бір тоқты, жайлып мұлкой болған жер, жарлысы мен байы тен. Эти три озера майярда, или моя земля, молодой тоненький верблюжонок стал огромным верблюдом на этой земле, мелкая овца превратилась в огромное стадо, равны и бедны, и богаты на этой земле. К сожалению, до нашего времени не дошли музыкальные примеры двух выдающихся сказителей. Сейчас древние кюи творчески реконструирует традиционный исполнитель Бекпулат Леухан. Предлагаем вашему вниманию термия хастухана жерал в его исполнении. Бекпулат Леухан. Алаңда алаң, алаң жұр, Ағала ордам қоңған жұр. Атамыз біздің сүйеніш, Күйеуде болып барған жұр. Анамыз біздің боздуған, Келінде болып түскен жұр. Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім. Қарға бойлы қастуған, Қарға бойлы қастуған, Батырда болып тұған жұр, Күндігіндай екесен жұр, Күрғаңдай жұған жұр. Қарағай сада қудырып, Қылшаның доқай толтырып, Жаңға да сақтау олған жұр. Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім. Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім. Салып-салып үйшағы шөзін, Салу алырдам қоңған жер. Жатып қалып бір тоқты жайлып, Мұңғой болған жер, Шабағылай жастайлар, Шардай біратан болған жер. Шар менен сайы дег, Шарлысы мен байы дег, Шабысы мен тайы дег, Ботта шығы бұзаудай, Боса заны тоқты дай, Бақасы қойдай шұлаған, Балығы тайдай тұлаған, Шырмауығы шылаулы, Шық көн түйе татырмас, Суд ойнаған балығы. Көлге жолқай жаптырмас, Қайранда менің еділім, Мен салмадым, сен салдың, Қайырла болсын сіздерге, Бізден бір қалған еділ жоғыр, Қайранда менің еділім. Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім. Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім, Қайранда менің еділім. Субтитры создавал DimaTorzok